Для приветственного слова передается слово руководителю демократической партии, одной из старейших партий Армении, известному политику Араму Гаспаровичу Сарксяну. Пожалуйста, Араму Гаспаровичу. Спасибо. Я хочу поприветствовать всех участников, поблагодарить Айка Борисовича за его такую последовательную позицию и работу, которую он ведет на протяжении уже многих лет. И думаю, что вот сейчас один из ораторов говорил об актуализации вообще самой проблемы. По-моему, нам надо уже перебрасывать мост в сегодняшнее, настоящее. И Бошаганская битва, наверное, сегодня продолжается на Донбассе и в Нагорном Карабахе, где российские миротворцы сегодня охраняют, в буквальном смысле, безопасность, обеспечивают безопасность армянского населения в республике Арцах, которая приобрела свою независимость совершенно законным путем, согласно закону Советского Союза и международного права. И поэтому нам надо представить, а что нас ожидает. А нас ожидает очень серьезная, так сказать, пора, когда на этой маленькой нашей территории, Армении, сошлись интересы очень многих великих держав. Первое, а, как говорится, Турция и Азербайджан пытаются слиться в объятии друг друга и тем самым задушить Армению, это очевидно совершенно, и продолжить свой путь на востоке и на север. Б, консолидированный Запад пытается вначале идеологически, это он делал, сейчас уже перешел к более конкретным действиям, вытеснить Россию из региона. И поэтому в течение трети лета очень активно работал здесь, создал очень большие, так сказать, опорные пункты, о чем мы должны это знать и должны об этом думать, как это преодолеть. В, это то, что пытаются, естественно, изолировать республику, Исламскую республику Иран, и то же самое будут пытаться делать, закрывая путь Китаю по осуществлению той самой большой программы «Один путь, один пояс, один путь». Это все та самая консолидированная, так сказать, работа, которая ведется в этом регионе. И если мы сегодня будем только уповать на то, что у нас были только такие традиции, и эти традиции сохранятся без особых усилий, этого не будет. Вот я хотел бы, чтобы мы представили себе, как это произойдет, если мы сегодня, вся та интеллигенция, весь народ, который считает, что Союз с Россией это основной путь для обеспечения, на самом деле, серьезной безопасности в регионе, не только в этом маленьком регионе, но и в целом, вот этот аспект нам надо будет сегодня, как следует, рассмотреть именно в призме о Шаганской битве, потому что, если бы Россия в тот момент не спасла бы нашу первопрестольную церковь, то есть ее центр, еще неизвестно, что произошло бы потом. Это была бы потеря невосполнимая. И поэтому я хочу еще раз сегодня призвать всех нас, не надо сегодня думать о том, что если мы сегодня какие-то делаем геополитические уступки, то завтра мы это все вернем. Мы не вернем, потому что то, что потеряно, если даже мы вернем что-либо, возврата к исходной точке не бывает. Поэтому сегодняшняя задача преодолеть гибридную войну, которая сейчас происходит именно на территории Армении. С точки зрения горячей фазы она перешла в гибридную, и она, так сказать, опять же чревата тем, что может еще взорвать ситуацию. Поэтому задача всех тех сил, которые убежденные сторонники союза с Россией, с Беларусью, со всем тем, так сказать, пространством, которое сохраняет эти самые идеи и считает это главной своей задачей в будущем, консолидация необходима сегодня. И мы не должны смотреть на то, какая власть сегодня существует в Армении. Мы должны смотреть на то, как можно опереться на ту часть общества, которая в оппозиции может быть, но она ведет эту политику по отношению к России. Мы должны знать, что медийная поддержка именно этих сил сегодня просто совершенно, так сказать, актуальная задача. То есть уповать на то, что все прекрасно и все хорошо, это будет, так сказать, для нас всех губительно, потому что потеря Армении это потеря очень много чего, которого я сейчас даже не хочу называть. Но я хочу пожелать нашей конференции удачи, успехов, зазидательной работы. Айк Борисович, так держать. Победа будет за нами. Спасибо. Друзья, то, что сказал Арм Гаспарыч, тоже мы, я думаю, включим в нашу резолюцию. Это армяно-российская дружба, это и традиции, и современности, и будущее обязательно отметим. Это нашей резолюции.